Добрый вечер, вы перевесите Карачаево-Черкесия в студии Руслан Жукаев. Сегодня состоялось 50-е пленарное соседание Народного собрания Карачаево-Черкесии. Депутаты рассмотрели два десятка вопросов, в их числе внесение изменений в законодательные акты о социальных гарантиях, нотариальной деятельности, налоговые послабления по некоторым направлениям, проект бюджета республики и ряд других вопросов. Подробности у Артура МХЦ. Большинство вопросов, которые депутаты рассмотрели на очередной сессии Народного собрания, ранее уже прошли определенную процедуру прений и согласований на заседаниях профильных комитетов. Так, один из наиболее, пожалуй, интересных касался законопроекта, в котором отражены поручения главы Карачаево-Черкесии Рашиды Тимрезова парламенту и правительству в сфере здравоохранения и социальной политики. Это увеличение единовременной выплаты за третьего ребенка с 35 до 50 тысяч рублей, повышение размера республиканского материнского капитала со 100 до 150 тысяч, а также доведение компенсации за обучение детей из многодетных семей, где один или оба родителя являются инвалидами с 30 до 50 процентов. Мы с коллегами с Министерства труда и социального развития разработали законопроект, в котором отражены были поручения главы Карачаево-Черкесской республики, Рожде Бориспевича Тимрезова, в частности, о поддержке отдельных социальных групп. В частности, там о повышении регионального материнского капитала, о единовременной пособии при рождении третьего ребенка, и увеличении размера социальной поддержки при обучении в колледжах в очной форме многодетных семей, где один или оба родителя инвалиды. Предложенные дополнения положительно скажутся на уровне благосостояния отдельных категорий населения. Несколько рассматриваемых депутатами вопросов касались финансовой составляющей, в частности, первое чтение бюджета республики, исполнения расходов, налоговых послаблений по некоторым видам деятельности. Готы, в первую очередь, призваны помочь нашим предпринимателям. Также непростое время и у них. Здесь у нас идет, во-первых, поддержка. А такие основные новеллы – это поддержка туристической деятельности, кто имеет места временного проживания, соответственно, для них снижена ставка. И для всем известных наших предпринимателей, которые производят текстильную продукцию. Но здесь мы немножко сделали условие, что количество наемных работников должно быть. То есть эта льгота кратковременно, если он набирает людей, трудоустраивает. То есть пытаемся решить две задачи – помочь предпринимателю и помочь людям устроиться на работу. По словам министра финансов республики Вадима Камышана, на данный момент оценка выпадающих доходов позволяет рассматривать предлагаемые льготы для поддержки предпринимателей. На заседании также были обсуждены изменения в законодательные акты о нотариальной деятельности, государственной службе, а комиссии по надзору за несовершеннолетними ответственны на обращение с животными, градостроительная политика в регионе. Артур Махцемураджан-Кезов, Вести, Карачао, Черкисия. В региональном отделении КПРФ состоялась встреча с первым заместителем Комитета Государственной Думы России по делам СНГ и евразийской интеграции, связи с отечественниками Казбеком Тайсаевым. В ходе мероприятия наградили волонтеров, участвующих в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов СВО и мирного населения. Подробности у Алии Баташева. Сегодня вся наша страна объединилась в едином порыве, чтобы разгромить фашизм, но невозможно представить себе фронт без тыла, без вашей поддержки и вашей помощи. Памятную медаль ЦК КПРФ 80 лет Донбасской наступательной операции Казбек Тайсаев вручил волонтерам, активно проявившим себя в сборе гуманитарной помощи для всех наших бойцов в зоне СВО и мирного населения новообразованных территорий России. Как и все настоящие патриоты страны, партия КПРФ с 2014 года отправила в зону боевых действий 118 конвоев гуманитарной помощи. Это более 20 тысяч тонн продовольствия, медикаментов, техники и оборудования. Все, что необходимо для наших бойцов на передовой для победы, наша партия это все организовывает. Под руководством Геннадия Андреевича Зюганова и Владимира Ивановича Кашина организовывается эта работа. И все конвои, которые отправлялись в северокавказские партийные организации, ни разу в стороне не остались, участвовали во всех конвоях. Я так понимаю, что благодаря в том числе и вам, вам огромное спасибо, низкий вам поклон. Просто вам всем огромное спасибо за то, что вы поддержите наших мальчиков. От имени матерей я благодарю вас всех и каждого. Гюльнара Коновоинцева и Светлана Дяченко из станицы Зеленчукской ездили в Мариуполь с гуманитарной миссией в сентябре этого года. Побудили обычные чувства, желание помочь, желание не оставить людей в беде. Несмотря на то, что активная фаза боевых действий в городе Мариуполь уже завершена, осталась большая гуманитарная катастрофа, где, конечно, нужны руки. Да, перед самой отправкой мы уже ехали, люди начали говорить, ой, ну как вы на это решились, да, посмотрели новости, потому что показывают. Ну, не то чтобы страшно, а волнение, конечно, было, потому что неопределенность была, была неизвестность. Скорее всего, так. Еще раз поедете? Поедем. Баблина Барлакова из села Николаевского организовала в своем населенном пункте точку сбора гуманитарной помощи. У нас в группе есть односельчане, кинула туда, в группу, девочки, мальчики, женщины, мужчины, кто там, наши, давайте поможем. И спасибо нашему селу, все почти откликнулись. Отправила несколько газелей, я надеюсь, дальше еще у меня лучше работа пойдет, я немножко уже научилась. Награду получила и сотрудница нашей телерадиокомпании ГТРК «Карачаево-Черкесия» Лилия Шоштаева. Надежный тыл – это основа сильного фронта, поэтому волонтеры «Карачаево-Черкесии» выражали готовность участвовать в сборе гуманитарной помощи и его доставке на передовую. В ходе встречи Казбек Тайсаев ответил на интересующие вопросы и поблагодарил всех участников за оказанную людям помощь. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести «Карачаево-Черкесия». Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В «Карачаево-Черкесии» преимущественно без осадков ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Днем в горах будут порывы до 15-20. Температура ночью 0-5 в горах до 12 градусов мороза, а днем до 10 тепла и местами 0-5. Ночью и утром на дорогах местами гололедицам. В «Карачаево-Черкесии» без существенных осадков ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1-3, а днем 8-10 градусов тепла. В Доме культуры Аулы Эльбургана Базинского района прошла международная научно-практическая конференция «Табуловские чтения». Обсудили актуальные проблемы сохранения и развития родных языков. Организаторами «Табуловских чтений» традиционно выступает Международное объединение «Ала-Шара», Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Алиева и администрация Базинского района при поддержке Министерства образования и науки республики. С конференции репортаж Альбины Ламковой. Будучи школьницей, Амина Бердукова ежегодно участвовала в «Табуловских чтениях». Сейчас она активно включилась в работу конференции, но уже с другой стороны. Мне было это интересно. Прежде всего, наверное, это заслуга нашего учителя, потому что она не только стала перед фактом участия, но и пробуждала в нас интерес. Мне это очень нравилось. И теперь я уже в качестве волонтера. Это нечто большее. Мы знаем, что сейчас остро встает проблема забытия своих истоков, своего языка и своей истории. Я считаю, что подобного рода мероприятия они пробуждают у молодежи, прежде всего, интерес к своему языку и помогают вовлечься в эту деятельность. В «Табуловских чтениях» приняли участие педагоги-эксперты, специализирующиеся по языкам народов Карачаева-Черкесии. В ходе работы конференции обсуждались проблемы преподавания родных языков в средней и высшей школе. Происходил обмен лучшими практиками учителей республики. Каждый понимает, что родной язык – это и наш повседневный быт, наша жизнь, история и культура. Он помогает жить, узнавать себя и других. Без языка не будет народа. Поэтому свой родной язык нужно беречь, изучать, развивать, обогащать его. Над чем и работают участники конференции. То, что было сказано в деле практики, должно применяться. Обмен опытом, само собой, в наше время, во время глобализации, как говорится, это одна из важнейших в мире, по-моему, сохранения языка, идентичность народа. Глава республики поручил установить на уровне каждой образовательной организации для обеспечения более глубокого освоения программы преподавания предметов на родных языках не менее трёх часов в неделю. Было отмечено выступление заместителя министра образования и науки республики Фатимой Бекижевой. Сегодняшнее мероприятие особенно ценно, потому что оно проводится в год педагога и наставника. И своей основной целью несёт создание условий для сохранения и изучения родных языков народов Карачаева-Черкесской республики. Татлустан Закиревич Табула, в памяти которым проводилась конференция, известный просветитель, фольклорист, создатель алфавитов на абадинском и черкесском языках, основоположник абадинской литературы. И всегда табуловские чтения характеризуются интернациональным составом участников. Контингент участников широкий, с каждым разом оно ширяется. В основном это Карачаева-Черкесия, участвуют Адыгея, Абардино-Балкария. Обязательное участие – это учёные и практики Абхазии, Турции. Традиционные табуловские чтения делят на две части. Первая часть – это в основном теоретические исследования, это работы учёных, как крупных, так и начинающих. Вторая часть, я сказал, она более прагматичная, практическая. Здесь в основном речь идёт о методике преподавания, о новшествах, о накопленном опыте преподавания в средней общеобразовательной школе. Детство – тот период, когда возможно настоящее искреннее погружение в истоки культуры родного края языка. Поэтому в работу конференции будут привлекать работников детских садов. Осталось прежним на мероприятии награждение победителей, призёров, конкурсов и их руководителей, а также олимпиады на абадинском языке. Альбина Ламкова, Рюнат Мука, Вести, Карачаево-Черкесия, Абадинский район. В общественной палате Карачаева-Черкесии прошёл круглый стол на тему подведения итогов приёмной кампании в ВУЗе и среднего профессионального образования Карачаева-Черкесии. Участвовали представители высших и средних профессиональных учебных заведений республики. Собравшиеся обсудили вопросы, касаемые количественных характеристик приёмной кампании 2023 года и проблемы, с которыми столкнулись образовательные учреждения при её осуществлении. Открывая круглый стол, председатель общественной палаты Карачаева-Черкесии Елена Ляшова подчеркнула, что сегодня необходимо уделять особое внимание подготовке высококвалифицированных специалистов, и поэтому необходимость совершенствования методики и ответственности приёма обучения возрастает. В республике прошёл региональный подростковый слёт «Рос под Рос». Торжественная церемония открытия прошла в Черкесске на базе Центра образования номер 11. Слёт, посвящённый теме безопасности, собрал 80 школьников и членов движения первых из городов и районов республики. Кроме вопросов безопасности несовершеннолетних, на слёте обсудили такие темы, как формирование лидерских качеств, умение взаимодействовать в команде, состоялись тематические игры и тренинги на развитие коммуникации и командообразования. Каждый участник разработал проект в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Слёт «Рос под Рос» – это площадка для коммуникации взрослых и подростков обмена опытом и самовыражения, говорили на открытии. Если мы посмотрим на историю этого события, в далёком 59-м году эта тема впервые стала повесткой на мировом уровне. А как сделать так, чтобы наши дети знали о своих правах и чтобы в случае необходимости они могли получить всё то необходимое для развития своего потенциала? Уже в 89-м году была принята конвенция о правах детей. И по стечению обстоятельств оба эти события произошли как раз 20 ноября. Такие мероприятия просто необходимы, но для чего они необходимы? Да, вы меняетесь опытом, обмен опытом, обмен знаниями, да, вы знакомитесь, но самое главное – вы имеете своё мнение, вы можете его отстаивать, вы понимаете, как правильно это делать. И на очереди сладкие новости, которые непосредственно касаются пчеловодов Карачаева-Черкесии. Мёд из пасеки нашего земляка Виктора Кузьменко был признан самым качественным среди монофлорных цветных мёдов, представленных на Всероссийском конкурсе «Лучший мёд России». А его коллега Мурат Бастанов, представивший продукты питания на основе мёда, также разделил с ним радость собственной победы. Соседание стартовало на прошлой неделе на базе центра «Мой бизнес». Более 30 медовых сомеле в течение нескольких дней оценивали, выбирали из 310 представленных образцов мёда со всех регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Самый достойный по составу вкусовым качествам. Всего определили победителей в 12 номинациях. Гран-при конкурса завоевал монофлорный мёд из Башкортостана. В спортивной весе спортсмен из Карачаева-Черкесии Аскер Бигербеков завоевал золотую медаль Кубка Азии подзюдо в весовой категории до 81 килограмма в Гонконге. Соревнования проходили в Китае и собрали всех сильнейших спортсменов Азии, а Денис Бачаев стал победителем первого дня первенства. А Россия подзюдо среди юниоров до 2021 года по весовой категории 100+. Тем самым подтвердил статус лидера в этой возрастной категории. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Екатерина. Фавориты». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»